Электрогорск с каждым годом становится красивее, жить в нем комфортней. За этим стоит ежедневная, непрерывная и кропотливая работа большого количества людей-единомышленников, но во главе, конечно же, мэр. В конце 2020 года наш город возглавил Дорофеев Сергей Евгеньевич. Подошло к концу первое полугодие его деятельности, прошли различные мероприятия и личные приемы, встречи с жителями, открываются новые детские площадки, завершаются работы по капитальному ремонту общего имущества. Мы наблюдаем новый облик домов на улице Советской, Комсомольской, исторической части города, улице Классона. Подходит к завершению строительство школы, благоустраиваются дворы, ремонтируются дороги. Произошли и кадровые изменения в составе администрации. 12 июля у Сергея Евгеньевича день рождения, и мы хотим побольше о нем рассказать, причем не только о работе, буднях, но и как он проводит свободное время, если таковое имеется. 12 июля 1968 года родился Сережа. Мальчик как спокойный был, учился хорошо. И такой мальчик активный был, и на лыжах катался, и спортом занимался. Отец в части служил, и с солдатами там зимой на прогулку, на лыжах, он за ними, это уже ему сколько лет, 8 вот так вот было, и он с солдатами по кругу сдавал марафон, ездил на лыжах, катался. Вот так вот потом, он закончил 9 классов и поступил в 83-м году в электросаретский машиностроительный техникум. И тут его в мае 87-м году забирают в армию. Он служил в Нахичеване, на границе. В 2003 году окончил Академию налоговой полиции по специальности финансы и кредит. В 2016 году окончил ФГБ ОУВО Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по направлению государственное и муниципальное управление. С 2016 года назначен на должность заместителя главы администрации. Итак, начало рабочей недели, обычный день, как и другие, раннее утро. Сергей Евгеньевич, доброе утро. Ну что, на работу? Поехали. Сергей Евгеньевич, скажите, как начинается ваш день? Практически, как и любой, наверное, рабочий день. Сегодня, слава богу, у нас лето, каникулы, на детей везти никуда не надо. А так обычно Никиту в школу как раз и небольшой объезд по городу с утра. Так как он учится в 14-й школе, соответственно, у меня есть маршрут, он пролегает через одну из частей нашего города. Поэтому смотрю, есть какие-то недочеты, может быть, по утренней уборке сразу с коммунальным службой связываюсь, даю указания на уборку, либо на устранение недостатков. А кто у вас детишкам завтрак готовит? Это моя пререгатива, потому что встаю утром пораньше, всем накрываю стол, жена отвозит младшего в сад, везет сама тоже на работу. Ну, я среднего, Никиту, скажем так, уже тоже. А какая-нибудь пятиминутка, зарядка или контрастная душа, что-нибудь практикуете? Нет, обычные утренние процедуры, завтрак и все по своим рабочим местам. Сергей Евгеньевич, а что случилось? Вы сейчас вышли, обсуждали. Ну, особо ничего, просто мы сейчас увидели, чтобы шел трактор, чистил дорожное полотно, стоянка около Элимпа, щебенена, то есть щебенка валяется, дал указание немножко прочистить и расширить, скажем так, облагородить территорию. Кстати, вот спросить хотела, вот вы, находясь еще в должности заместителя главы, вот сейчас, будучи главой, какими глазами смотрите на Электрогорск, проезжая по улицам, дворам? Ну, вот, например, я как житель иду, там, листочки на деревьях рассматриваю, птичек, людей, да, а вот у вас какой взгляд? Наверное, взгляд у меня поменялся, у меня более стал критичный подход к именно благоустройству города, к наведению порядка, и любоваться, как говорится, природой уже некуда. Едешь, смотришь, где косить, где покрасить, где не доделать. Вот сейчас проезжаем тоже, вроде-то, окошено, с правой стороны прибордерного полоса, но толщат хвосты, как мы их называем, тоже надо уже сейчас дать, будет указание, чтобы прошли и окосили их. Каждую мелочь уже, да? Без внимания не оснащить. Да, согласен. Стараемся не упускать никаких мелочей. Сергей Евгеньевич, какой план-график сегодня? Все, секретарь уже расписан, сейчас 8 часов у меня замуж, в 9 часов у нас планерка, 10 совещаний, в 11 ВКС, в 12 еще одно совещание, и в 2 часа мы уже едем на объезд. А там уже, как получится, из обстановки в городе, если много нарушений, можем на 3 часа задержаться. Если быстро, то и в 2 часа закончится. И потом еще одно мероприятие запланировано, на 5 часов вечера еще одно совещание, и встреча с жителями. А кто формирует график? График формируется уже благодаря за 2 недели, у нас есть такое понятие, как доверие власти, и мы заранее уже планируем и встречи с жителями, какие мероприятия, что делать. Ну, окончательно уже формируется на вечер предыдущего дня. То есть, вчера в понедельник уже в 5 часов вечера сформировался полный график, и секретарь выкладывает его в общую группу в администрации, чтобы все замы или все подначальники правления были в курсе, что у нас будет происходить в день, какие изменения, где на кого совещание надо быть, чтобы подготовить, какие материалы. Доброе. Как и сказал глава, первое совещание с заместителями. Именно в этом кабинете начинается обсуждение текущих дел и вопросов. Что дальше по плану? Планерка. Планерка. За этими дверями началось оперативное совещание. Проходит оно еженедельно. На нем присутствуют руководители всех структурных подразделений, своеобразный центр управления. Здесь озвучивают итоги работы за неделю, ставят новые задачи, утверждают планы. Сергей Евгеньевич, а насколько важно Ваше присутствие на оперативном совещании? Как Вы можете повлиять на ход тех или иных работ? Особенно интересуют те организации, которые не находятся в Вашем подчинении. А дело не в том, что, скажем так, давать какие-то поручения, наверное, на исправление той или иной ситуации в каким-то жизненно важным сферам. Дело все это аккумулировать и управлять всем этим процессом. Самое главное знать, где слабое место на сегодняшний момент находится в работе администрации, либо в работе тех ведомств, либо в других каких-то неподведостных, но даже организаций, и попытаться изменить эту ситуацию, направив это в нужное русло. То есть, либо привлечь какие-то сторонние организации, либо каким-либо образом самим повлиять. А что у нас дали сейчас по плану? Сейчас у нас совещание, небольшое, будет по проведению ремонта подъездов. Придет потенциальный подрядчик, с которым мы попытаемся обсудить моменты качественного и быстрого производства работы на данной сфере. Потому что сфера ЖКХ, как обычно, самая такая тяжелая и востребованная сфера. Потому что это многоэтажные дома, это в основном масса жителей, которых проживает. И, соответственно, наша задача сделать проживание комфортным и безопасным. Сергей Евгеньевич, вот помимо работы внутригородской, есть работа региональная. Выполнение поручений губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Крайне важно, чтобы наш небольшой город среди огромного количества муниципалитетов держал свою марку, свой статус. Скажите, как эта работа налажена? Андрей Юрьевич Воробьев очень бдительно, скажем так, следит за своими городскими округами. Еженедельно проводится ВКС со всеми главами, с участием всех министров, соответственно, всех ведомств, структур, с целью подведения, наверное, каких-то итогов промежуточных. Потому что сфера деятельности, которая осуществляет городской округ, она многогранна, как я уже говорил не раз. И поэтому каждый ВКС отличается от предыдущего. Но, опять-таки, красной строкой здесь звучит одно – сделать жизнь наших жителей лучше, комфортней и уютней. ВКС затрагивает разные вопросы. В первую очередь, в связи с ситуацией по ковиду, это и ковидные направляющие, которые сейчас существуют, сколько заболевших, что сделать для того, чтобы улучшить обслуживание населения, по поведению прививерок, каким образом организовать прививочную кампанию, как сделать прививки для жителей наших садовольческих товариев, это практически все жители Москвы, которые приезжают сюда. Это и строительство объектов, и федерального уровня. Это как и школы на 550 мест. Это же не школа строится только в Галитрогорске, а таких школ по Московской области 5-6. Поэтому это все отслеживается. Плюс система образования. В каких-то муниципалитетах происходит ремонт и поликлиник, и больниц. Это все озвучивается, это все показывается. Показываются положительные практики. Как лучше сделать, как красивше сделать, как к этому подойти творчески более. То есть положительные практики тоже в режиме ВКС передаются. Плюс это и самая бабальная тема, это и ЖКХ. Это и капремонт подъездов, просто ремонт подъездов. Это и капремонт всего дома. Поэтому, как я говорю, жизнь городского округа многогранна. И Андрей Юрьевич старается контролировать этот процесс, чтобы не запускать какую-то из этих тем. Вот ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, которым мы руководствуемся в своей работе. И вот если его открыть, сразу на первой страничке мы видим Владимира Владимировича Путина. И этот девиз, который даже висит у Андрея Юрьевича, когда он проводит свое совещание, что люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, значимых результатов и перемен. И в своей деятельности, конечно, мы руководствуемся именно этим. И здесь, в своем послании, Андрей Юрьевич Воробьев подвел все итоги своей деятельности за этот год. И, соответственно, те перспективы развития, которые у нас будут в Московской области по всем направлениям. Это и экономика, мы видим это и здравоохранение, это и транспорт и дороги. То есть это все то, чем должны руководствоваться главы городских округов, строя свою работу на ближайший год. Здесь все очень подробно и очень ярко все изложено и написано. Именно на всех встречах жителей, которые мы проводим, мы с собой берем данные ежегодные обращения и то же самое на всех встречах доводим до жителей, чтобы они знали, куда идет Московская область, в каком направлении, и куда идет город Электрогорск, и что делается для того, чтобы улучшить их жизнь. Ну что, время обеденного перерыва. Обедать поедете? Да, к сожалению, сегодня тоже не получится съездить пообедать, поэтому предлагаю попить кофе. Часто ли вам приходится обедать на работе? Ну, я бы сказал так, что часто. Очень часто. Ну, а вспомнить можете крайний раз, когда дома обедали, вот так, чтобы полноценно? Ну да, неделю-две назад. А потому что, ну, не получается как, потому что и под правительство иногда приходится подстраиваться, они проводят какие-то совещания. Иногда совещание планируешь одно время, получается другое время, и, соответственно, опять домой ехать это время. Поэтому как-то самое ценное, что у нас существует, это время, потому что, ну, реально его не хватает. Потому что было бы, наверное, в сутках 25 часов, наверное, все бы и сутки, наверное, тоже бы уходили. Потому что вечером жителями надо встречаться, жителям встречаться лучше вечером. Потому что когда все дома, когда все могут высказаться, сказаться, то есть это вечер однозначно, а утром текучие проблемы, которые тоже надо решать. Вот я вам сегодняшний график все рассказал, то есть, ну, как бы видно, что все равно так плотно-плотно-плотно-плотно идет. Если вдруг где-то сбой произошел, соответственно, идет накладка, соответственно, что-то переносится, и таким вот образом день увеличивается. А вот если обедаете, то ездите домой или иногда у мамы? Мама вам готовит обед? Мама готовит к обеду, но маму я лишний раз не стаю напрягать. Я приезжаю, и у нас сразу начинают, ой, как ты устал, и я пойду туда, то я лучше не еду, лучше домой съесть. А так здесь заказываем бизнес-ланчи. Даже короткий перерыв на кофе не обходится без рабочих звонков. Далее у нас по плану еженедельный объезд по городу. Это мероприятие также проходит еженедельно с присутствием заместителей главы и руководителей подведомственных организаций. Скажите, а вот так каждый житель может подойти к вам, обратиться с вопросами? Да, конечно, у нас для того обхода и существует. Как бы это не объезд, а обхода. Чтобы эти люди подходят, общаются, решаем так же проблему, как сегодня, например. Ну, вот сегодня женщина обратилась, как это? В краткие сроки удастся решить и все-таки? Завтра уже будет увеличено. К сожалению, да, подрядчик не до конца довел свою работу, пошел на другой объект. Завтра вернем, завтра все будет уже стоять. Ну, вот более двух часов продлился сегодня объезд. Но вот как считаете, может быть, стоит поручить это исключительно вашим заместителям, чтобы вы имели возможность заняться решением более глобальных вопросов? Ведь многие люди говорят, что обход – это пустая трата времени. Нет, я с этим не соглашусь, что это пустая трата времени, потому что каждый заместитель все-таки заточен на свою узкую специализацию, как он работает. То есть дорожник – дорожник, благоустройство – благоустройство. А здесь как-то есть такие, скажем так, серые зоны проблемные, которые вроде ни к благоустройству не относятся, ни к дорогам не относятся, к которой тоже надо навести порядок. Поэтому эти объезды дают нам понимание того, как, чьими силами это сделать, чтобы навести было комфортно. Как вот, например, если взять территорию дороги нашей Центральной Советской, то есть есть отслуживает МОЗ «Автодор», здесь отслуживает ТСК «Мосавтодор». Остается полоса неспильного, образно говоря, неискошенной травы. Кто его будет делать? Ну, вот такие проблемы мы и решаем, потому что должно быть все красиво, должно быть все прекрасно. – Сергей Евгеньевич, еще бы хотелось узнать о роли предприятий, о развитии в нашем городе. Какую работу вы проводите, как с ними сотрудничаете? Ведь они важнейшую роль играют в развитии экономики. – Я бы сказал так, что, конечно, даже главную роль они играют именно в экономических процессах нашего города. Без них не было бы налогов, не было бы поступления в бюджет, не было бы нам на что тратить деньги для благоустройства нашего города. Поэтому мы постоянно с ними на связи находимся. Сейчас, как мы уже сегодня были, я показывал им обращение губернатора Московской области, было, да, к жителям. Мы проводим сейчас встречи на предприятиях, рассказываем жителям нашего города, которые работают на этих предприятиях, что происходит в Московской области, что происходит в нашем городе, что сделано, что будет сделано. И таким образом, и с руководством предприятия мы проводим практически ежемесячные встречи. Если не позволяет очный режим, значит, в режиме по зум-конференции, используемых средств цифровых технологий. Но все проблемы мы обсуждаем. Соответственно, мы с ними и без них, как и они без нас, наверное, не смогли бы жить и существовать. – Ну, а у нас по плану завершающая встреча с жителями. – Да, сейчас готовимся, едем на встречу с жителями уже во дворы. – Легко ли быть главой городского округа? Многие задают этот вопрос. Но не каждый понимает, что на того, кто стал главой, возложен огромный груз ответственности. Сергей Евгеньевич у нас живет и работает в городе, в котором родился. И все прекрасно знают его, каким он мальчиком был, как он рос, где учился, где служил, где работал. И от этого груз ответственности перед жителями у него стал гораздо больше и тяжелее. Администрация – это главная инстанция, куда идут жители с волнующими их вопросами. Работа с обращениями граждан – важнейшая составляющая деятельности главы. Ведь очевидно, что проводить эффективную плодотворную работу возможно только тогда, когда налажен контакт между населением и администрацией. – Вы вообще знаете, что за встречи сегодня проходят? – Да. У нас идет встреча с главой администрации по жилищному коммунальному ремонту, можно сказать. Все вопросы по ремонту. – То есть вы знаете нашего главу? – Да. – За эти полгода, что сейчас Сергей Евгеньевич находится на посту главы, как можете оценить его работу? – Старается, чтобы было чисто. Вот с нами, с гражданами встречается, помогает наши вопросы решить, которые постоянно возникают. Ну, в основном у нас все по ЖКХ. – Сергей Евгеньевич, ну что же, завершилась очередная встреча, много вопросов было задано, много обращений поступило. Скажите, а вот что вам дают эти встречи? – Андрей Евгеньевич Воробьев все время говорит о том, что мы должны жить чаяниями наших жителей, мы должны знать их проблемы, знать, что им нужно в данный момент и что сделать для улучшения их жизни. Вот такие встречи, которые мы проводим во дворах, на выездах, выездные администрации, они дают нам именно прочувствовать то, насколько наши жители обеспокоены теми или иными проблемами, выработать пути решения этих проблем и сделать жизнь наших жителей комфортной. – Ну что, все на сегодня. – На сегодня все. Домой. – Сергей Евгеньевич, ну вот сегодня мы с вами целый день провели, честно, без сил, без ног, устали жутко. Ну а вот как вы, честно, устали? – Ну, усталость, конечно, она присутствует, но я бы сказал, как есть усталость, которая бессильная, скажем так, а у меня усталость какая-то такая удовлетворенная, да, то есть день прошел плодотворно, день прошел качественно. Вы со мной сегодня целый день побывали, увидели, что много совещаний, много встреч, именно встреч, наверное, с жителями, да, которые происходят у нас и в дворах, и в кабинетах. Поэтому это радует о том, что жители наши безразличны к судьбе нашего города, принимают в нем активное участие, и это не может не радовать. И, соответственно, когда едешь, возвращаешься с чувством полного удовлетворения. – А вот самое главное, хочется узнать, что чувствует глава города, возвращаясь с работы домой? – Есть такая пословица, когда говорят и желают всем, да, чтобы ты на работу ходил с удовольствием, и домой возвращался. Вот я сейчас еду с удовольствием, с большим. Я знаю, что меня ждет жена, меня ждут дети, которые меня не видели сегодня целый день. Им, наверное, есть, что рассказать мне, мне есть, чем поделиться с ними. Поэтому жду с нетерпением приезда и общения с своей семьей. – Сергей очень занятой человек и достаточно много времени проводит на работе. Когда он приходит домой, у него звонки не прекращаются. Ему очень много звонят по личным просьбам. Он очень внимательный человек и старается каждому помочь по мере своей возможности. Все свободное время он старается проводить с семьей, с детьми. Он очень внимательный, заботливый, он ласковый. Нам очень его не хватает, потому что раньше он больше времени проводил в семье. Сейчас, конечно, времени намного меньше он уделяет семье. Но мы понимаем, относимся с пониманием, потому что у него очень ответственная работа. Он умеет доказать и обосновать свою точку зрения. А самое главное, у него очень хорошее качество. Все начатое доводит до конца. И если дает обещание, то обязательно их исполнит. И это, конечно, залог успеха. Хочу сказать от себя, что с ним хорошо работать и за ним хочется идти. Ну, раз мы уже приехали, пойдемте пообщаемся. У меня дома. Сергей Евгеньевич, вот так красиво у вас, все чистенько, ухоженно. Вот хочется спросить, кто за всем хозяйством следит. По выходным стараюсь я помогать супруге и детьми, а так, супруга и дети. В этом году Никита старший освоил мы как раз пострижку газонов в полной мере. Может заводить полностью стричь, выбрасывать контейнер этот с травой. Так что я теперь на этом плане спокоен. Каждые три дня надо было раньше постригать, чтобы поддерживать настояние. Ну, вот теперь эту ответственность за себя взял сын. Ну, вот скажите, а в таком графике находится время для семьи, родных, друзей? График мы с вами оценили. Ну, конечно, как же жить без друзей, как же жить без семьи, как же жить без родителей. Конечно, находим время. В субботу вечером, выходные, воскресенье стараюсь полностью уделять семье. Это единственный день, когда я пытаюсь и действительно и хочу быть рядом с семьей, быть с ними близко, чтобы почувствовать их теплоту, заботу и зарядиться на следующую неделю положительными эмоциями. А вы гостеприимный хозяин? Любите, чтобы дом был полон гостей? Или все-таки пара уединиться за прочтением книги? Или, может быть, фильм какой посмотреть? Ну, я, наверное, люблю все виды отдыха, но по гостеприимству скажу так, вы сейчас здесь находитесь. Значит, это одно из условий того, что я люблю, когда приходят гости, я люблю, когда в доме смех, приходят люди. Мне это нравится. А вот интересно узнать, есть у вас любимое увлечение, вот дело вашей жизни такое вот, ваше вот прям личное? Есть. Оно появилось, ну, раньше, наверное, всех у нас бы мы чем-то увлекались раньше, то одним, то другим. А последнее увлечение, оно, наверное, уже все, уже на всю жизнь, это, конечно, это горные лыжи. Меня, скажем так, познакомили с этим видом спорта мои друзья, и до сих пор и я, и моя жена, и дети, даже маленький мой, в том году встал на лыжи, на горные. Сергей Евгеньевич, а есть у вас какие-либо традиции семейные? Ну, скажем так, что, наверное, рождение любого человека, это уже праздник, да, и мы стараемся, конечно, этого придерживаться и собираться всей семьей за тем или иной знаменитой, за той или иной датой дня рождения. И день рождения, скажем так, это, наверное, самая такая горячая точка в сборе, скажем так, своих родственников за столом. Но есть еще и другие даты. Вот, например, 3 июня недавно у моих папы и мамы была как родовщина свадьбы. 53 года назад они женились. То есть мы тоже это все помним, мы собираемся, мы стараемся поздравлять их с этим праздником. Если не получается в очном режиме, значит по телефону. Но любые даты мы поддерживаем, потому что эти даты сближают нас, эти даты помогают нам поддерживать взаимоотношения, радоваться жизни, радоваться очередному достижению в жизни, радоваться очередному витку, который приводит к положительным результатам. Люблю, когда за большим столом собирается вся семья и есть возможность поделиться с вами сокровенным, положительными эмоциями, а также услышать, если у кого есть какие-то проблемы и наметить пути решения этих проблем. А касаемо путешествий или, может быть, рыбалка, поездка за грибами с семьей как-то вот бывает? Ну, конечно, бывает. Не так часто, как хотелось бы, но грибы, так как мы живем в городе Электрогорске, мы окружены лесом, то есть это, наверное, ягоды и грибы. Это, наверное, мне привил этот отец еще с детства. Ходили и чернику забирали, собирали, вернее, и землянику собирали, и грибы. Лес, который сейчас, к сожалению, сгорел, да, на Усенте-Карат, когда был это действительно лес, куда мы ходили, собирали. И, конечно, это приятные, да, воспоминания детства, мы сейчас окунулись, и, соответственно, и мои дети любят грибы собирать. По рыбалке я не скажу, что я заядлый рыбак, но посидеть с удочкой иногда хочется. Вот сейчас послушала вас, знаете, вот обычно, если людям предлагают высокую должность начальника, директора, ну, всегда люди отказываются, сложно на себя брать такую ответственность. Вот сегодня мы с вами провели день, график расписан по минутам, времени свободного нет вообще. А может быть, оставить все это? Нужно вам это? Вот честное слово. Ну, наверное, двигатель жизни, любой жизни, не только человеческой, а жизни цивилизации, это все-таки прогресс. Прогресс должен быть, исходить, наверное, из каждого человека, потому что, если, наверное, остановиться на каком-то этапе и сказать, все, я устал, я не хочу, ну, соответственно, это придет к какой-то, наверное, не деградации, скажем так, а к остановке, наверное, какого-то маленького человеческого мира. Я хочу двигаться вперед, мне это нравится, мне нравится быть в будущем событиям, мне нравится решать проблемные вопросы, мне это интересно. И я все-таки хочу, я надеюсь, что я сделаю жизнь наших жителей лучше, уютнее и комфортнее. Вот это моя цель, и этой целью пропитана вся моя семья, они меня поддерживают в этом, в моем, скажем так, трудном, наверное, начинании. Но у нас получится, потому что мы вместе, мы семья. Замечательно, спасибо вам за беседу нашу, от всей души вам успехов, чтобы все у вас получалось, мы в вас верим. Спасибо. Мы благодарны главе города Сергею Евгеньевичу Дорофееву, что в своем тяжелом напряженном графике он смог выделить время и провести его с нашей съемочной группой. А в его день рождения мы хотим пожелать крепкого здоровья и исполнения всех намеченных целей.